Музыка Этот замок выкрасили в алый цвет, чтобы скрыть пятна крови на стенах. Этот замок хоть и маленький, но еще с порога, так скажем, производит какое-то такое приятное впечатление. Во-первых, он находится в лесу, здесь рядом пруд, и во-вторых, он красный. То есть тоже необычный такой цвет для замков. Музыка Таинственный и загадочный до 17 века замок был белым и назывался просто Лгота. Его перекрасили и переименовали в червен Лгота, то есть красный. Одна из легенд гласит, что жена владельца замка была недовольна его набожностью и, соответственно, недостатком внимания. Однажды дама решила выбросить из окна крест, но не успела вовремя рожать руки, так что выпала вместе с ним. Тело погибшей не нашли, а на стене замка остались кровавые пятна. Много раз их пытались закрасить, но они то и дело проявлялись через белую краску. Вот поэтому и решили изменить цвет замка. Такой скромный маленький замок в едином месте. В этом замке, как и в любом другом в Чехии, снимать и фотографировать запрещено, так что поверьте мне на слово. Комнаты маленькие, скромные. Это удивительно, потому что у нас представление о том, что в этих своих домах жили с невероятной роскошью, с какой-то невероятной мебелью, картинами. Да, есть картины, есть мебель итальянская, венецианское стекло, но все это не так, как мы об этом думали. Музеем замок стал не сразу после того, как его национализировали. Сначала отсюда вывезли все и устроили лагерь для школьников. Потом хотели создать санаторий, но бывший управляющий не мог с этим смириться. Он придумал такой ход. К приезду комиссии спустил воду в озере, так что замок оказался посреди грязной лужи. Кроме того, поведал чиновникам, насколько ужасные условия здесь, сырость от озера и комары, как вообще дети выжили в этом лагере. Победил. Насколько это было возможным, в замок вернули былые интерьеры и пустили сюда туристов. Кстати, ни одного комара я не заметила во всей округе. Этот замок, он по сути жилой дом. До 1945 года здесь жила семья. Они здесь проводили свой каждый день, обедали, занимались какими-то рабочими делами. И это видно во внутренних интерьерах. Там часть комнаты перестраивались, достраивались, убирались какие-то перегородки, стены. А сейчас здесь музей, но здесь очень красиво, здесь потрясающее место. Вот этот пруд, который окружает замок, он делает его уникальным, неповторимым. Здесь прекрасные фотографии, здесь прекрасное настроение, атмосфера. Такое единение человека и природы. Замок сказочный. Не случайно он всегда привлекал черских режиссеров. И здесь снимали, например, Золотовласку, Принцессу на горошине. Это, пожалуй, лучшее место, которое можно было выбрать для строительства замка. Я видела несколько замков в разных местах, красивых. Но пока что этот в самом красивом месте, по крайней мере, мне так кажется. Я не хочу себе большой заградный дом. Я хочу себе маленький скромный замок на берегу пруда, в окружении леса. С маленькими скромными комнатами. Я хочу себе этот замок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!